Очередная подсказка, которую здесь разумно сформулирует. Вот есть известное тождество, которое, как я понимаю, все присутствующие знают. Это тождество, которое порождает треугольник Паскалик. С из n по k равняется С из n-1 по k плюс С из n-1 по k-1. Все знают такое тождество? Да. Точно? Да. Как оно доказывается, знаете? Да. Ну, давайте. Смотрим всевозможные сочетания из n по k элементов. Да. И посмотрим сочетания, куда входят данные элементы, куда не входят. Все понятно, да. Ну, согласен, да. Значит, если не входят, то получается вот столько, а если входят, то получается вот столько. Да. И таким образом в сумме мы получаем все к сочетания. Да. Да. Вот есть такое равенство. Но можно ему написать вот так. С из n по k просто обозначить как С от n-1 по k, а С из n-1 по k просто обозначить как С от n-1 по k. И тут С от n-1 по k минус 1. Видите, это уже сильно более похоже. Ну, С может вообще на R заменить, конечно. Обозначение можно какое угодно написать. Да. Просто я делал такую функцию С от n-k равняется С из n по k по определению. Да. Или F от n-k равняется С из n по k, как хотите. Умцы двух аргументов. Вот для него выполнено равенство такое. Да. Можно ли на что-нибудь заменить n и на что-нибудь k, чтобы было выполнено вот это равенство? У нас равенство такое. R от S-t, ну, там, не знаю, R штрих от S-t равняется R штрих от S-1t плюс R штрих от S-t минус 1. Просто подобрать какую-то такую вот функцию типа эпидемиального коэффициента, которая будет удовлетворяло очень похоже, ну, согласитесь. То есть вот этот R штрих, это С от каких-то аргументов, ну, у которых вот здесь не n и k, не понятные, а что-то, зависящее от S и t. Вот мы подобрать такую, тогда у нас все получится. Понятно, да, человек? Посмотрите еще раз на это соотношение. Вот по t и по k они вообще одинаковые. То есть вот если у нас тут t, тут t, тут t минус 1, тут k, тут k, тут k минус 1. И при этом, смотрите, мы хотим, чтобы в случае, когда t равняется единице, t равняется единице, получилось бы 1. Я хочу что сказать, что если вы здесь напишите, например, c из n по k минус 1, вот в треугольнике, паскалю, да, напишите c из n по k минус 1, то тут получится c из n минус 1 по k минус 1, да? Ну, c из n минус 1 по кому? По k. По k минус 2, да. Вот можно и так написать. Это тоже правильная запись для треугольника паскалю. Но заметьте, что если здесь стоит c из n по k минус 1, и k, это в аккурат наше t, а мы же уравняли, и видно, что k и t суть одно и то же, то подставляя t равная единице уже в c из n по k минус 1, c из n по t минус 1, неважно. Каким бы ни было t, вы получите единицу, которую вы и хотели бы получить. То есть вот первая догадка состоит в том, что если в ответе должно получиться какое-то цель из чего-то по чему-то, да, то скорее всего вот здесь можно написать t минус 1. т идея понятна? Это как бы следующая подсказка. Ну давайте догадаемся, что стоит внизу. А, 3 минус 1? Нет, если это внизу стоит t минус 1, то у нас получается тактестная единица. И это явно неразумная оценка для величины r от st. На t должна как-то содержательно зависеть. И более того, я вам скажу, что при s равном единице, она вообще-то тоже должна равняться единице. А s на 3 минус 1? Это многовато. Ну смотрите, если вы умножите s на 3 минус 1, ведь вы же не получите вот этого тождества. Нет. Наверное. Но подумайте, здесь как-то линейное выражение уже от s от s стоит. Это нетрудно сообразить. s плюс t минус 1? Ну ладно, значит, s плюс t минус 2. Почему s плюс t минус 2? Что если вы здесь напишите s плюс t минус 1, то не будет симметрии. Мы же с вами знаем, что r от st равняется r от s. Если вы здесь поставите минус единицу, то этой симметрии не будет. А почему здесь есть симметрия? При сообразии с... Нет, потому что c из n по k равно c из n по n минус k. А, ну. c из n по k, конечно, равно c из n по n минус k. Вот если это n, а это k, тогда c из n по n минус k, это есть c из s плюс t минус 2 по кому? По s минус 1. По s минус 1. Вот, совершенно верно. Видите, вот поэтому есть симметрия. То есть, вот это r от st и вот это r от t с. Видите, мы s с t поменяли местами. Будем то же самое. Что такое симметрия? Надо s заменить на t, t заменить на s. Снизу, конечно, ничего не поменяется, а сверху t превратится в s. Но о счастье, это действительно так, это симметрично. Если бы вы здесь нарисовали минус единичку, такого счастья бы не случилось. Так, теперь давайте все-таки аккуратно проверять. Вы-то догадались, но не объяснили почему. Давайте аккуратно проверять. Действительно, при t равном единице и при s равном единице мы получаем 1. Так, с и чего-то по нулю, да? В обоих случаях получаем единицу. Симметрия есть, все в порядке. Теперь надо проверить, почему r от st не превосходит вот это. Ну, то есть, вот эта величина, давайте сейчас я здесь в центре это напишу, чтобы было много всяких подсказок, удовлетворяет нашему рекуренкому неравенству, а на самом деле даже равенству. Значит, c из s плюс t минус 2 по t минус 1. Надо проверить, что они превосходят и даже равняются. Чего? Вот этой величины? А как выглядит эта величина? Что такое r от st минус 1t, если мы сделали индуктивное предположение, что оно устроено в такой формуле всегда? c из s плюс t минус 3. Правильно, да. c из s плюс t минус 3, да? По кому? По t минус 1. Это пока под вопросом. Плюс? Диктуете мне второе слагаемое. c из s плюс t минус 3. Нет, тоже минус 3. c из s плюс t минус 3. По кому? По t минус 2. По t минус 2. Ну и что? Смотрите. Вот это у нас n. Вот это у нас k. Пользуемся треугольником паскаля. Вот это вот в точности n минус 1. Это в точности k. Это тоже n минус 1. Понятно? t минус 1. Верно же, да? Тожество верно для любых n и k. Вот мы взяли через n обозначили s плюс t минус 2, а через k обозначили t минус 1. Вот получили цепь торжества. Так что это уже не под вопросом. Это правда. Это правда, потому что имеет место треугольника паскаля, который вы сделаете. Значит, по сути, r из s и t равно вот этому... Нет, равно это неправда. Не превосходит. Не превосходит. Равно ниоткуда не следует. Мы лишь доказали вот такое следствие, что r от st не превосходит c из s плюс t минус 2, по t минус 1, по s минус 1. Как мы знаем, это совершенно все равно. Почему мы доказали только неравенство? Почему мы не доказали, что это в точности равно? Просто потому, что вот это неравенство, мы же не знаем, точно оно или нет. Мы же не утверждаем, что r от st в точности равно вот этому. Может, оно гораздо-гораздо меньше. Мы знаем, что вот эта функция может быть по индукции подставлена в это неравенство, и она удовлетворит даже не ему, а точному равенству. Но... А вдруг r от st гораздо меньше? и мы просто с запасом подобрали функцию, которая удовлетворяет чему-то подобному. Стиратор СН может быть гораздо меньше, потому что мы не знаем, насколько точным является это неравенство. Но следствие вроде понятно, да? Да. Следствие понятно.